Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром и добро пожаловать на мой канал! Субтитры создавал DimaTorzok Всем большой привет! Вот и прошли три года. Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Наташа Гром и это видос посвященный трехлетию тому, что я снимаю для ютуба. Ну, как-то так скажем. На самом деле, вот честно говоря, без всякой там тени смущения, без всяких хвалебных слов, бахвальства, как любят говорить на Оскаре, вот если вот это вот все опустить, то честно вам скажу, эти три года были самыми лучшими в моей жизни, потому что... Помолчи! Потому что, когда ты снимаешь видео, у тебя в жизни начинают происходить какие-то интересные вещи. Во-первых, ты становишься лучше сам для себя, ты начинаешь открывать какие-то новые косметические вещи, ты начинаешь покупать шмотки, чтобы, ну так, смотреться в кадре. Хотя вот эта вещь на самом деле у меня старая, и она еще, как бы, ну, осталась со школы. Ты стараешься много читать, чтобы у тебя была очень интересная речь, чтобы не было слов-паразитов, и ты реально пытаешься быть лучше, потому что за тобой уже смотрят, за тобой пытаются следить, в том плане, что в хорошем смысле, там, типа фоллоум и типа того. Вот, и людям ты интересен, когда ты сам себе интересен, и поэтому, поверьте, последние три года они были самыми лучшими, и мне есть что вспомнить. Конечно, проблема в том, что я мало путешествую, и мне бы, конечно, хотелось в разных стран вам показывать всякие видосы там, это же так здорово. Но я думаю, что эта проблема, конечно же, не такая глобальная, и она имеет свое решение в денежном плане. И, конечно, я думаю, что такие видео еще будут, но, сами понимаете, что три года на ютубе это очень маленький срок. Настолько маленький, что если ты работаешь без рекламы, без коллаборации, без еще каких-то штук, то для трех лет... Помолчи. То для трех лет количество подписчиков, я считаю, это нормально, потому что некоторые люди такого достигают очень долго. А если бы была реклама, поверьте, если бы была реклама, то переплюнуть любого топового блогера, это, ну, не проблема, потому что смотрят в зависимости от того, сколько ты вложишь в эту рекламу. Но так как денег нет, то я, как бы, своими силами пытаюсь набрать, и я думаю, что можно сделать какие-нибудь трендовые видосы. И у меня есть один безумный в голове трендовый видос, но я очень боюсь, что потом, как бы, как с таким лицом, это, ну, ходить по улице. Поэтому, если вы хотите снимать, пожалуйста, ни в коем случае не думайте о том, что о вас подумают люди, что будут говорить и так далее, потому что языки даны всем, и все от нечего делать, болтают, придумывают какие-то небылицы про людей, поэтому не парьтесь на самом деле, делайте, что вам нравится. Будет ли у вас получаться или нет, вы сами посмотрите, потому что я нашла свои старые видео. Я снимала практически все мероприятия. Ну, конечно, это просто полный трэш, потому что там не только были проблемы вообще видосами, там были проблемы со светом. Я, у меня, короче, все со светом ок, а вот объективчик нужно докупить, потому что очень сильно стала мазать, на самом деле, фокус, и это видео я записываю с четвертого раза. И нет, мне не лень, и мне просто нравится. До этого канала у меня был совместный канал с девочкой, с которым мы начинали в 2014 году, и все бы интересно, то есть мы две подруги находимся в разных городах. Она снимает часть сюжета, я снимаю часть сюжета, она мне перекидывает по там... Короче, я не помню, как мы файлами обменивались. Но помни, что это реально идея хорошая, ну, идея хорошая в том плане, если вы не учитесь, не работаете, и вы снимаете каждый день, и в один из дней вы перекидываете друг друга, и кто-то из вас монтирует. Это на самом деле очень интересная история, поэтому если у кого-то есть подруга в другом городе, то вы можете таким образом делать свой канал. То есть смысл канала такой, что вы две подруги, но находитесь в разных городах, и ютуб это единственное место, которое как бы вас сближает. Также это очень хорошо подходит для реальных гиков, которые сидят дома, которые просто не могут приводить к своим друзьям в другой город. Это прям идеальная идея для этого. Поэтому кому надо, пользуйтесь, но, к сожалению, канал был удален, и я начала делать свой, и я на самом деле жду, когда Карина тоже сделает свой канал, потому что было прикольно, конечно, снимать коллаборации, там все такое, вот, но помолчи ты. Но, понимаете, я пока жду, то есть я не могу не вправе заставлять человека что-либо ускорить как-то процесс, но история вообще всех съемок, она именно такая, то есть изначально у нас был один общий канал, мы снимали с девочкой, потом мы его удалили, и теперь я вот делаю все это сама, вот, не знаю, насколько успешно или нет, но мне нравится. То есть есть какие-то моменты, которые можно улучшить, я их пытаюсь улучшить. Я могу вам сказать одно, и как человек, и характер я еще не успела свое раскрыть, возможно, что многим даже, может, не понравится такое, как бы, но я думаю, что через какие-то вещи, через какие-то челленджи, через какие-то видосы, там, про ту же самую уходовую косметику, я думаю, что можно раскрыть личность человека, его какой-то характер и все, что с этим связано. Вот. Я, конечно, покажу вам сейчас куски моего первого канала, они у меня остались, я все сохраняю, я каждый, каждый свой видос я сохраняю, потому что, ну, это же такая память на самом деле, это же так здорово, всегда есть что вспомнить. Вот. Единственное, что я их не пересматриваю, и когда готовила я этот ролик, я, конечно, часть пересмотрела видосов, потому что вы уже заметили, что некоторые куски вставлены. Но, чтобы не задерживать этот видеоролик, я думаю, что... Просто хочу сказать, что спасибо, что со мной, спасибо, что на протяжении этих трех лет мы были вместе. Мне реально это очень все нравится, мне реально нравится с вами общаться, в ВК хотя бы бывает иногда очень сложно, потому что я думаю, снять видос ужасы моей лички. Это отдельная тематика, там у меня бывает просто полный трэш. А я также хочу сказать, что такие популярные блогеры, как Лизка, например, Снейл Кик, посмотрите, они снимают не первый год, они снимают седьмой год, да, у Лизы, по-моему, каналу семь лет, насколько я знаю, да, у Снейл Кику каналу девять лет, если я не ошибаюсь, и они набрали миллион только вот через такой отрезок. И когда вы начинаете снимать, или когда вы начинаете меня спрашивать, что же делать, например, там, вот я столько времени снимаю, у меня мало подписчиков, вы посмотрите на этих людей, да, посмотрите на меня, я снимаю три года, у меня вот такое количество подписчиков. То есть в нынешнем времени, да, в нынешнем, так скажем, как-то, в нынешней конкуренции, которая есть на Ютубе, это, ну, как бы, это нормально. Я тут даже не парюсь, как бы, у меня, поверьте, хватает стремления и упорства не бросать, хотя иногда пару бывает очень сложно снимать, потому что то родственники приедут, то там кому-то комп понадобится, то еще что-то, то еще что-то, то вот это вот надо подработать, потому что деньги заканчивают. То есть на самом деле очень много преград, но мне пофиг, я снимаю дальше. Мне реально пофиг, потому что когда у тебя есть мечта, тебе вообще на все пофиг. В общем, ребята, спасибо большое за просмотр, спасибо, что остаетесь со мной, я вас всех очень люблю, до следующего видоса и пошел четвертый год. Пока. Это новогодний выпуск программы «Город Россия». Ну и сегодня у нас, как это говорится, тег новогодний. Мы говорим о наших елках. Сначала я показываю, потом Карина показывает, и наоборот, разницы никакой нет абсолютно. Плюс у нас сегодня конкурс. Прошу заметить, конкурс длится целых две недели. Соответственно, вы сейчас узнаете о новостях, о наших елках и об этом конкурсе, который мы для вас сегодня уже подготовили. А пока что смотрим ваши елки. Итак, внимание, моя елка. Ну, а это моя елка. В этом году тоже захотелось вживую, просто у меня есть такая традиция, что каждый год я покупаю живую елку. Ребят, всем привет. Сегодняшнее видео будет про елку. В общем, это моя елка. В этом году она у меня хипленькая. Вот. Ну вот, в общем, она мигает, мерцается, в бусиках такая нарядная. Раньше мы на кончике елок делали, у нас такие бантики были красивые, знаете, как за границей. Прям было очень красиво. Это новогодняя выпуск программы «Город Россия». Новогодняя елка очень классно кушать пиццу. Какое время года ты больше всего любишь? У меня нету самого любимого времени года, но больше я люблю зиму. Вот. Ну, это так, знаете. Это так мало, что даже не назовешь просто свободным временем. Всем привет! Это первый выпуск программы «Город Россия». Почему ты весь в воде, а? Ай! Наташа, и добро пожаловать на мой канал. Город Шимов вам будет неинтересно смотреть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!